Дворник Наэль каждое утро метет дорожки и газоны вокруг пенсионного фонда. Но этот переулок между улицами строительной и школьной уже не его зона ответственности. Однако оставаться безучастным к происходящему здесь мужчина не может. Вообще не убирается. Последний раз я убрался перед отпуском и все. Вот сейчас этот человек прошел, обдул. Я говорю, видите лестница, здесь территория чистая. Он, да, вижу, а лестница, а что это наша? В спор дворников прохожие не вмешиваются. Обходя ямы и пригибаясь перед новейшим над дорожкой деревом, они спешат по своим делам. Лишь сетуют. Ну как сделали бы, как тротуарчик. Выложили бы. Конечно было бы для нас удобно. А зимой здесь вообще не чистят. Поэтому и хоть и свет какой-нибудь сделали. А то, что иногда ночью здесь народу много ходит и страшновато бывает иногда. Смирясь с неудобствами, прохожие преодолевают очередное препятствие. Ведь эта дорожка – короткий путь, в том числе к социальным учреждениям города. О лучшем видновчане мечтают, но на изменения не надеются. Если вот улица Строительная, которая проходит, центр занятости, пенсионный фонд. Ее, если за всю зиму один раз почистят, и слава богу, и то после того, как бабушка упадет, сломает ногу или руку. Нет оптимизма и в словах дворника Наэля. Бетонные столбы, они уже 10 лет здесь лежат. И никому ничего дела нету. Дерь сваленная. А с утра идут, школьники в школу идут. Опрятные, довольные, веселые. Но и по этой грязи. Поэтому неравнодушный дворник время от времени по собственной инициативе берется за внеурочную работу. Ведь хозяина дорожки ему найти так и не удалось. А пока городские власти решают, кому принадлежит этот переулок и кто будет за ним ухаживать, видновцы готовятся к зиме, ищут пути обхода. Ведь когда выпадет снег, многим эта дорога будет недоступна. Надежда Трифонова, Сергей Федоров, телекомпания «Первый Матичинский» специально для фестиваля «Братино». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова